приветствую с вами снова кошмариус и мы сегодня с вами посмотрим на реконструкцию развязки на 25-ом километре трассы м10 москва-санкт-петербург или бесплатная ленинград к чтобы ну не путать ее с платной и начнем с вами как раз таки напротив икеи она находится от нас бывший ге до слева где-то да мы видим уголок ашана это вообще в принципе нас мега сити химки видим чтобы продолжается забуривание свай где-то уже виднеется фундамент будущих свай вот как раз наблюдается ближе к насыпи старого створа потому что основной ход теперь будет идти чуть правее также рядом с октябрьской железнодороги слева мы видим что уже из котлована виднеется каркас и даже видно что установили опалу под одной из опор а будущей эстакады одно из двух и с правой стороны тоже где от нас строительный городок и внизу под тентом у нас по моему сварочный цех где готовят ну или подготовка арматура как минимум и видно что тоже виднеется головки свай которые должны будут зачистить то это же сделать фундамент для будущих опор также вот на синим опорах от нас виднеется стапель я больше чем уверен что это будет стапель на котором будет собираться металлическая часть эстакада она здесь будет идти таким как бы полукругом напротив которые на аптекару и на двигаться скорее всего надо октябрьской железнодорогой стоит на движка тоже будет согласовываться также внизу мы наблюдаем вот небольшая насыпь это нас как раз та дорога которая по схеме идет в итоге можно будет двигаться от зеленограда развернуться и уехать на международное шоссе в сторону шереметьево 2 по привычке назову также наблюдаем на на складе справа большое количество металлоконструкции и подпорная стенка уже съезда непосредственно само международное шоссе и как я говорил что с насыпной частью никогда проблем не было видите уже на самом деле формируется нас и будущей дороги направо у нас уходит международное шоссе здесь у нас как вы помните возвели временную эстакаду съезд международного шоссе в сторону москвы 0 в сторону химов можно сказать да и вот старая эстакада которая сейчас на под нами находится и будет разбирать также я так понимаю что это нас фундамент будущего устоя новой эстакады или нет 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 это что-то другое стакан нас будет тогда помогут новые эстакады который будет чуть-чуть в стороне да 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 это же устой формируется фундамент устоя что-то крупновато по для фундамента устой ну ладно посмотрим а вот здесь нас и видимо как идет временная порта есть насыпь и потом резко уходит временная эстакада по прямой потому что это будет в будущем я так понимаю съезд в сторону ну грубо из зеленограда здесь тоже поменяли схема движения для того чтобы мы спокойно строители могли разобрать старую часть путепровода и я так понимаю что такой изгиб он так и останется стороны москвы потому что чтобы разобрать оставшуюся часть путепровода нужно будет изменить движение то есть как бы ленинградка будут ехать по стречке хотя в принципе вот эта пробка она здесь систематическая поэтому она здесь не из изгиба потому что я сам лично ездил когда не было пробки выходной дипом в субботу вечером здесь пробки не было изгиб на это никак не влияет ну и вот общий вид строительной площадки такой вот скользко чтобы можно было сбоку посмотреть да уже на установленной конструкции то что очень много кто ездит на автобусе или там на электричке снимают показывать типа вот там вот уже вот такие вот изменения вот мы немножко с вами посмотрели на изменение сверху и и и здесь уже да вы можете увидеть что горизонт сильно завален не характерно для мавика 3 он в принципе вроде старается удержать справа от нас кольцо дьявола я не буду говорить другое слово я думаю все и так знают а старый это путепровод который здесь он естественно конечно разберется но и схему можно будет изучить до дальше были проблемы на самом деле с передачи данных и с gps позиционирование поэтому в принципе я хотел вам показать уже запущенный в эксплуатацию пешеходный переход я думаю что кто-то его тоже снимал да но вот через октябрьской железнодорогу но до его запустили но к сожалению долететь на него не удалось потому что очень сильные были помехи а до следующих видео следующий видео на арбуд нас про тп у крюкова сэмбл кошмары все доброго пока пока